Да, бонжур. Я Жека. Алексей. Я по-французски. Дуслуман. Кью-с-кью-сэ? Бу-вэс. Комбайсаво? Коуман. Откуда столько образованности у вас нынче, Алексей? У меня бабушка образования, второе и заканченное, после армии. Гибако, это все чистая, откровенная правда. Я работал в спецнамората 8, в спеццентре номората 8 по оборонной технике. Что случилось, Алексей? Пругался с матерью. Выгнала из дома? Да. Уже бонжую полгода. Годиков-то сколько? 34. 354? В этом году будет, 86-го года. Бонжуешь? Да. Пьешь? Да. Алкаш? Да. Наркотиков ненавижу. Даже марихуану? Нет. Алексей, у нас шоу веселое, бесчанное, симпатичное. Я задаю тебе 5 вопросов, отвечаешь на них правильно, я даю тебе 1000 рублей. Ну, с двумя-то высшими образованиями ты по-любому все красиво сделаешь. Для какого товарища была похищена комсомолка? Спортсменка, причем была похищена четырехглазом? Кавказская пленница. А для какого товарища? Я не помню правильного ответа его. Который был... Товарищ? Товарищ. Спортсменка. Спортсменка комсомолка. Комсомолка. Спортсменка комсомолка. Кто был, фамилия товарища? Я врать не буду, я не помню. Это Кавказская пленница. Правильно, все верно. Играет этого человека кто? Этуш? Этуш? Я правильный ответ не знаю. Товарищ Са... 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 Не япония, ответь. Это Кавказская пленница? Это Кавказская пленница. Комсомолка. Спортсменка комсомолка. А это замуж выйду за нее, он говорит. Саахов. Са... 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 Бедов, да? Саахов. Сахов. Поехали дальше. Помещение для содержания змей. Приют. Змеи, всякие ящерицы, всякие вот эти вот... Млекопитающие. Нет, пространство, где они тусуются, когда они в зоопарках находятся. А если... Зоомагазин. Нет. Что ж такое-то, а? Как же так тебе подсказать? Инкубатор. Да нет, какой же инкубатор? Змеи. Змеи и все вот эти ящероподобные твари, они находятся вот в этом... В ящике. Да нет, они в ящике. Нет, ответ я не знаю. В конце ум. Инкубатор. А если в конце ум, какой же там инкубатор? Алексей. Я отвечать не буду. А какое... Какие два образования-то у тебя, Алексей? Технологические. Так а что ты на работу-то не поешь никуда? Ну, просто я прыгал с матери, я очень сильно бомжую уже полгода. Так, а слушай, а что бомжевать? А пойти на работу там, хостестом? Стреляю мелочи на еду, на спиртную, на роду. Бухнуть всегда охота. Ну да. Но больше всего я не за то, что бухнуть хочу, а больше всего на еду хочу стрельнуть. А у тебя выпить-то есть? Да. Сивуха, блин. Да, чтоб водочки. Мотор. Мотор. Мотор плюс 6,9%. Черри. Мы будем с тобой угадывать. Аквариум. Вот, аквариум. Рыбы живут в аквариуме, а эти патлы живут тоже э-а-ум. Аквариум. А тут э-а-э-ум. Я не знаю ответ правду. Ну, э-а-ум. Э-а-ум. Аквариум? Се. Се-ра. Се. Неизвечательно. Се-ра-ри. Се-ра-и-ум. Данец. Се-ра-и-ум. Се-ра-и-ум. Все верно. Поехали дальше. Какие-то сложные вопросы для тебя все время достаются. Не могу. Давай. Демонстрация моделей одежды манекенщицами в процессе их движения по подиуму. Девахи худые, либо мужики, вышли на подиум и идут. Вот так вот. Идут, оп, головой. Туда головой. Как это называется? И ты прям вышел. Ну, какое у них импозантное. Это правильно говорится. Это по-французское слово. Подиум. Вот на подиуме ходят девки. Это подиум. По-красной. Что это значит? Вот эта вот их демонстрация. Как по-другому можно назвать? Подожди, дай мне напрягусь. Ребята. Прягусь. Подиум нет. Шоу нет. Французское. Французское. Это по-французски, правильно? В конце ле. Ле. Мисс Вселенная. Ну что ты вот дурачишься? Мы серьезными вещами занимаемся. Тысячу рублев ты можешь сейчас зацепить. Не подиум, это раз. Подиум, правильно говорили? Мясо бескостное. Это как? Будьте любезны, мне полтора килограмма вот курочки. Филе. Филе. А это? Показ вот этот. Дэ. Дэму. Ой, мучаюсь я с тобой. Я не знаю, пожалуйста. Мучаюсь я с тобой. Подержи, пожалуйста. Вот на тебе соточку. За то, что ты с нами тут постоял. Ты не выиграл. Я знаю. Лех, давай это сам. Заканчивай ты уже пить эту сивуху. Еще можно, давай, скажи. Дай бог здоровающим счастья, лениградцам. Который у нас есть. Держит матери у нас в сердцах наших. Они с ней обидят. Они с родили, они не отнимут. Господь с нами всегда. В сердце и в душе. Давай, Лех. Покеда. Покеда. Спасибо, Лех. Давай. Давай. Сколько же годиков вам, Даниэль? Двадцать. Двадцать лет, и ты уже бомжара. Ну, не бомжара, а пока бездомный. Прописка есть? Есть. Выгнали из дома? Да. Выгнали из дома. Что натворил? Ничего, просто так. Просто это лично, я не могу рассказывать. Пьешь, наверное, синьку. Ну, синьку пью, но... И сейчас пьешь синьку? Не сейчас. Я пью. Но собираешься клюкнуть сегодня? Ну, если получится, да. Но так не хочу, честно говоря. Трескнуть бы тебе под затыльничек, но у нас очень серьезная передача. А. Сектор ноль на барабане. Открывай любую букву. А. Буква А. Нет такой буквы. Если кто-то назовет тебя идиотом, и ты согласен, ты обидишься. Но если кто-то назовет тебя идиотом, а ты знаешь, что ты не идиот, ты просто рассмеешься. Если ты обижаешься, значит ты принимаешь, что ты идиот. Обижаясь, ты показываешь себя. Часть тебя, которую можно обидеть, это твое. Что же это твое? Ну, родители у тебя есть, да? Да, но мать со мной общаться не хочет. Из-за того, что ты любишь прибухнуть? Ну, есть такое. Помимо прибухнуть, какие-нибудь еще спецэффекты закидываешь? Нет. Только синьку? Да. Ну, елки-палки. О! Один балл на барабане. Д. Буква Д. Где же ты живешь? А, крути барабан. Где же ты живешь там вообще? В подосе. В подъезде. В подъезде? Да. А писаешь, какаешь, вот это вот все? На улице. Просто на улице ссышь и стерешь? Ну, если есть бесплатный туалет, то да. А и сколько ты уже дней на улице? Пару дней. А, пару дней? Да. Ну, фигня, скоро пойдешь домой. Само собой. Конечно, все будет нормально. О! Сектор Шанс. Ты можешь открыть любую букву. Блин. Обрати внимание, 10 букв на табло. Можно помощь друга? Любую букву открой. Первую, вторую. Первую. Итак, мы открываем первую букву. Буква Н. Кстати, что был за вопрос? Ну, типа, я идиот, не идиот. Типа, толково. Блин. Первая Буква Н. Из 10. Можно все-таки помощь друга? Помощь друга пока такой функции нет. Не придумали в этой передаче. Крути барабан. Так. Два дня ты широебишься, значит, да? Три. Три. Уже три. Чем питаешься? Ну, бывает, покупают покушать. Сегодня шов верму поел. С другом. О! Сектор приз на барабане. Что же лежит у меня в правом кармане? Вы берете это или все-таки возьмете деньги? Деньги. Итак, вы берете рубль, правильно? Рубль или приз? Деньги. Рубль? Может быть, там приз на 500 рублей? Ты об этом подумал? Вот я сейчас думаю. Может, там ключи от квартиры? У нас передача сумасшедшая. Нас смотрят полтора миллиарда человек каждый день. Давайте приз. Мы почти богатые люди. Давайте приз. Я купил себе самокат в прошлом году. Приз. Электро. Приз. Три рубля. Приз. Пятерка. Приз. Тридцать четыре рубля. Приз. Приз. В студию. Можно поблизиться еще раз сюда? Скажи рекламная пауза. Рекламная пауза. Не будь креативна. Рекламная пауза. О! Протеиновые коки. 20% протеина. Протеина. Если вы мало едите еду и бомжуете. Хорошая еда. Всего лишь 26 рублей. 7 шагов я купил. Аналог очень дорогой. Это по дешевке. Состав еще не читал. Уверен, что полное говно. Но это лучше. Нет, смотри. Белки. 7 грамм. Жиры 6,5. Углеводы 15. Да, да. Пшеничный белок. Контракт сукарал. Неплохой состав. Сладкое жрать вообще вредно. Но такие штуки, мне кажется, еще вреднее. Но все же. Ешьте на здоровье, если вы ешьте всякую ерунду. Это твой приз. Крути барабан. Конечно, мы смещаемся, если я не переживаю. Поэтому... Какой алкоголь ты предпочитаешь? Пиво? Пиво. Пиво только. Ну, я так тебе скажу. Начиная рано употреблять синьку, ты, если ты не остепенишься. Если ты не остепенишься, ты сдохнешь. Но если ты остепенишься, ты будешь очень даже адекватным человеком, который просто больше не будет бухать. Или очень редко. Просто будешь такой бокальчик держать какого-нибудь просека, так... Спасибо. Потихоньку. Все, да. Потихоньку. Главное, чтобы ты осознал в моменте, что все. Я уже вырос, хватит. Если ты осознаешь, что потом ты будешь босс. Дядя, поверь мне, ты будешь крутым чуваком. Все люди, которые бухали по малолетке, стали крутыми чуваками. Главное, вовремя остепениться. Не остепенишься? Будет... Тупо сдохнешь. Все. Называй букву. Первая буква Н. Если тебя называют идиотом, и ты... Неудержимый? Нет. Если тебя как-то обзывают, обижают тебя, и ты ведешься на это... Неадекватный? Послушай ты меня. И ты ведешься на это. Ты капризничаешь, обижаешься, так же человека оскорбляешь. Это значит, что ты действительно такой и есть. В тебе говнецо-то есть. Если ты знаешь, что ты не такой, ты скажешь, да и шут с тобой. Поржешь по этому поводу. И лишь та часть тебя, которая обижается когда-либо, это твое Н. Понимаешь? Н и еще девять букв. Назови букву какую-нибудь. О. Есть такая буква. И это последняя буква. Н. Тра-та-та-та-ти-та-та-о. Блин, фотка это. Кто фоткает? Хочешь, я скажу им, чтобы они нас не фотографировали? Скажи. Даниэлю не очень нравится, что вы занимаетесь фотоохотой. Даниэль просто из криминалов, поэтому сами понимаете. Есть такое? Чего-нибудь воровал? Нет. Молодец. Кручу барабан. Крути барабан. Сейчас подождем, он прокрутится. О, кстати, да, передай пока кого-нибудь привет, если хочешь. Ну, из родных я передаю маме привет. Маму как зовут? Ольга. А по батюшке? Оля. Ольга Ольговна. Оля Вячеславовна. Ольга Вячеславовна, здравствуй, мы вас приветствуем. С нами Данька, ваш сын. Он, конечно, засранец, молодой еще, молодой засранец, но ничего, поверьте мне, в будущем это очень крутой и добрый, и очень хороший парень. Мы-то знаем. Я-то знаю, брат. Буква. М, О, блин. П. Не парься, крути барабан. Опять фоткает. Это уже какой-то другой. Ага. Да забей. Ну, подумаешь, он фоткает. Может быть, после этого видео мы с тобой наконец-то станем мега популярными чуваками. Нам еще бабосиков кто-нибудь отстрянет. Себя найдут, будут водить тебя на всякие передачи. Как этого, который в такси-то отличился. Все, звезда. Стрижет валюту, как дьявол. Ого. Сечешь? Прикольно. Прикольно. Поэтому пускай фотку. Тебя и так снимает камера сейчас. Кем, кстати, хочешь стать, когда вырастешь? Программистом. Чтобы работать в любых странах и городах и селах. Да. Куда-нибудь хочешь уехать? Ну, хотелось бы. Да. Да. Куда, например? В Испанию. О! Супер шанс! Ты можешь открыть любую букву. Вторую. Вторую. Вторая буква, открываем. Буква Е. Не. И, кстати, раз мы открыли букву Е, мы открываем еще две буквы Е. Это четвертая буква и шестая буква. Пока круто, а не барабан? Немножко неправильно крутишь. Можно вот так вот? Ты должен, ты что не раз... Набравание 3 балла. Называй какую-нибудь букву. Давай читай. Есть такая буква. Что это у тебя, Библия? Вау, у тебя четкий пуст часов. Спасибо. Хорошо, что еще погода 0 плюс 1. А так бы, если холодрига была бы. У меня шапка есть. Шарахается он. И шар. Третий день по улице. О! Супер шанс! Ты можешь открыть любую букву. Давай третью. Буква В. Не-ве. Не-ве. Не-вежество. Не-вежество. Браво! Итак, аплодисменты нашему победителю нашей игры. Капитан шоу Поле Федес. В подарок, естественно, мы даем тебе вот такой вот батончик кокос мята. Скажи рекламную паузу. Рекламная пауза. Покреативнее. Рекламная пауза. О! Финникс. Финникс. Финниковый батончик кокос мята. Срок годности 9 месяцев. Содержит только натуральные сахара. Состав фини, кокосовая стружка, яблочное пюре, сгущенное экстракт. Всего лишь 14 рублей. Все удовольствие. И это очень хороший подарок, чтобы подарить его капитан шоу Поле Педес. Ладно, я обещал тебе какую-то копеечку. Изначально Даниэль подошел ко мне, чтобы стынуть у меня лавейхи. Ну что греха таить, да? Так точно. Я дам тебе 100 рублей, хорошо? Хорошо. Ты не обидишься на меня из-за того, что сумма столь мала? Да нет, нормально, все идет. И ты кое-что себе, наверное, пивал, да, на эти бабки? Признавайся! Посмотрим. Ладно, раз обещал... Я эту передачу обожаю. Всем рекомендую. Надо будет... Рекомендую, подписывайтесь на поле ПДС. Не ПДС, а ПДС. Поле ПДС. ПДС, ПДС. 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 Не понимаю, как говорить. ПДС. Я путаюсь, но все равно. Передаю микрофон. Хочешь, мы оставим какие-нибудь твои контакты? Кто-нибудь, может, поможет тебе? Какой-нибудь тебе центр реабилитационный, там, где подзатыльников тебя натрескают, чтобы ты больше не расслаблялся здесь. Найдите ВКонтакте по верхнему собака Акабов 09. Вот, найдите его и натрескайте ему подшлепников, чтобы он уже наконец-таки 21 год стал этим... Нормальным человеком. Нормальным пацаном. Без этой синебасы, всей какого-то говна этого. Все, давай, Даниэль. Оливер.